Начнем выпуск с главных тем. Развитие промышленного комплекса Дагестана с учетом потенциала региона. Это одна из главных целей визита вице-премьера правительства России и профильного министра Дениса Мантурова. Уже прошла двусторонняя встреча Дениса Мантурова с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Далее заместитель председателя правительства страны и глава региона знакомились с возможностями одному из ведущих промышленных предприятий региона – концерна КЭМС. Завод в Кизляре производит вертолеты, самолеты малой авиации, изделия для летательных аппаратов. Кроме того, предприятие выпускает продукцию гражданского назначения и товары народного потребления. Сегодня предприятие работает не только на страну, но и на экспорт. Здесь же на предприятии Денис Мантуров и Сергей Меликов ознакомились с серийным образцом многоцелевого четырехместного самолета МАИ-411, разработанного концерном КЭМС. В этот же день в режиме видеоконференц-связи федеральный министр и глава региона запустили единственное в России предприятие по производству стеклянных шаров «Каспий глаз». Оно расположено в дагестанских огнях. Стекло-шары – основное сырье в производстве стекловолокна – двухстадийным способом выработки. С их помощью изготавливаются стекловолокно, стеклоровинг и стеклоткани. Мы готовы к запуску производства импортно-замещающего сырья. Эта сырья необходима для производства стекловолокна и композитных материалов. Далее Денис Мантуров и Сергей Меликов осмотрели выставку промышленного потенциала региона. Здесь ведущие предприятия республики, производящие стройматериалы, работающие по таким направлениям, как машиностроение, радиоэлектроника, современные медицинские технологии, показали свою продукцию. Это завод имени Гаджиева и Дагдизель, электросигнал, Кизлярский электроаппаратный завод. Отдельные стенды посвящены народным художественным промыслам и обувной промышленности. Более подробный материал об этом смотрите в наших выпусках уже завтра. Продолжение следует...